всем привет рад вас видеть на моем канале спасибо что не смотритесь подписывайтесь ставите лайки если вам понравится этот видос сегодня я вам хочу рассказать про свое новое приобретение это стабилизатор он недавно появился в продажу тяжелая зараза это ронин rc2 это комбо набор в котором есть все необходимое есть еще rc2 которые подороже вот его разница с этим кстати как бы об этом никто нигде не говорит но разница в том что у того снимается ручка и есть разъем получается не разъем снизу к этому разъема можно подсоединить другую ручку допустим такие ручки делает фирма тилта она делает ручку с радиоуправлением допустим вы в этот разъем подсоединяете специальное устройство ну там присос какую-то еще что-то с мотором который даже может крутиться вокруг своей си вот на него ставьте ставите того ронина также подключаются все опции с рукояти то есть это зум фокус старт-стоп съемки и так далее и вы ставите эту штуку я вставлю фотографии как это может выглядеть то есть там можно на машину это крепить еще куда-то вот и вы спокойно это все фиксите и где-то в другом месте сидите управляете с джойстика вот к данному девайсу к сожалению такую штуку поделать невозможно потому что у меня нет такого разъема снизу то есть у меня ручка не съемная она сгибается я вам покажу как но не отсоединяется и как бы на мой взгляд она там еще дисплейчик есть цветной на котором можно слежение за собой устанавливать но типом поудобнее но на самом деле это все фигня там такой дисплей маленький цветной даже по-моему вот основная фишка конечно то что там можно управлять дистанционно но как я помню такое управление от тилты стоит еще 45 тысяч где-то на алиэкспрессе а у нас наверно в москве если где-то будет пойти там 360 стоит то есть это как воронина это уже как бы если вам нужна именно эта фишка то надо брать тот уровень вот я взял комбо набор потому что здесь не надо отдельно докупать ретранслятор для телефона то есть видео передается на телефон сразу здесь есть штучка в которой ты умеет делать отдельно она стоит по-моему 16000 в магазине диджай вот собственно комбо набором стоит всего по-моему 1000 на 20 дороже чем обычный набор но в него входит эта штука она стоит отдельно 16 в нее входит моторчик для follow focus а тоже что-то 1008 стоит ну и там разные еще держатель для смартфона еще какая-то штука то есть экономия там на лицо где-то ну тысяч двадцать может быть побольше я не читал сколько они поделятся штуки стоит вот скажу сразу я немножко уже прокачал к набор потому что я знал нюансы он заказал с aliexpress штучки small rig фирмы тоже сейчас все также значит пришла эта штука в такой коробке про комбо написано комбо вот кстати здесь нарисовано как она может сломаться и но ломаться то есть то что сломали испортили да это так она как бы задумано производителем вот эта штука когда такая сгибаешь она убирается в сумку но еще говорят что можно вот такой снимать типа как бы верхний вход получается но не знаю насколько это прикольно так и сейчас мы вынем так продолжаем значит вот сумка обычно слуха ничего такого мне нет диджейпло написано здесь получается два отделения верхнюю и нижнюю сейчас мы его раскроем сейчас я все выну оттуда покажу что там есть сразу два отделения за стегло не очень удобно одной рукой снимать и значит вот смотрите значит вот это рейвен ай они называют этот устройство она передает изображение на телефон вот она 116000 отдельно в магазине биджай значит она здесь есть в комплекте потом комплекте идут болты разные на самом деле я думал нафига не нужны а получилось что допустим если я какие-то хочу девайсы прикрепить дополнительные на поронина иногда бывает вот допустим когда крепишь фолу фокус вот труба да вот вставляется вот такое крепление здесь есть здесь надо затянуть болт машинка вам покажу это вот машинка для зума или фолу фокуса поставите вот действительно такой же болт накрутил у нее изначально шел вот такой вот здесь болт с которым можно регулировать рукой я его заменил на этот потому что физически там когда собираюсь всю конструкцию эта штука не влезает в то нужное положение в котором надо чтобы была машинка потому что я ее настраивал на зум у меня зум объектив и пришлось поменять поэтому как бы вот именно для этих штук этот набор болтов идет дальше буду доставать что у нас здесь дальше в комплекте дальше это крепление для телефона вот так выглядит вблизи смотреть ронин тоже здесь видите такая ручка есть его можно перевернуть так либо так как вам удобно подклад дальше у нас идет вот фотик площадка вот так выглядит сама можно здесь его снимать саму площадку снимаю вот здесь как раз вот дырки это крепление под фокусом сюда он прикручивается эти дырочки но это все мы с вами соберем еще я покажу так что дальше идет значит вот это тренога вот такая диджаевская тренога на ней в принципе ронин стоит всегда и когда вот можно так складывать и использовать подручку здесь провода это для подключения камеры в основном тут SBC на SBC и один HDMI кабель на универсальный разъем sony переходник да потому что значит там надо подключать питание давать на машинку питание значит вот эта штука питания автономная она заряжается не устроен аккумулятор и также все к камере подключать один провод идет значит на сам ронин включает кнопки на ронине к вот этой штуке нету к этой штуке вот там есть крутилка на видео придает сюда сигнал чтобы ее можно было тоже крутить так дальше что у нас это мое новшество этого здесь не было вот эту штуку я купил на алике смол риговская ручка вот она сделана специально для ронина сейчас я вам покажу вот видите я разложил здесь написано эти диджей эр а вот это ронин значит эффективно для диджей ронина и вот здесь как раз крепление на ронин так здесь у нас значит еще лежит это жгут на объектив фокус или под зон так потом у нас здесь идет еще одна площадка и даже не открывала она потому что точно такая же как он здесь стоит вот точно такая же площадка это упор для длинных объективов вот так он выглядит он подпирает объектив пластиковая фитюлька могли бы железную сделать легкую пластиковая фитюлька и вот еще одна штука с алиэкспресса тоже тоже заказал видите тоже специально для ронин эр это с малориговской фигня в общем это крепление с фиксатором вот здесь видите есть фиксатор на роне есть ушки куда это притягивается и там есть дырочки вот этого фиксатора то есть в чем фишка когда ты откручиваешь болт и он ослабевает в самом конце то что вставлено в этот паз когда слабил болт оно может так вот соскочить влететь в данном случае эта штука она будет использоваться вот здесь на держателе для мобильного телефона вместо штатного потому что в штатный вот она точно такая же с крутилкой но не нет этого фиксатора так как мобилка не дешевая не хотелось бы чтобы она слетела вот просто расслабляешь потом когда готов снимать эту штуку подвигаешь и снимаешь уже крепление вот ну никто скажет что можно конечно вынуть сначала телефон и потручит откручивать но бывает всякое один раз забудешь его на телефон начнешь откручивать он слетит все я конечно же стараюсь началась на телефон и потом откручивать но блин а если забыл все телефон упал разбился так значит здесь дополнительно идет еще hdmi на другие камеры и еще там по моему usbc но кто-то питатель или чего-то чего у меня нет и вот сам ваш ронин больше корот в этом чемодане вас ничего нет вот вот этот значит заводской как будто не придумали такой фишком что можно его так вот до шелчка это его сложил и вот разложил вот в этом положении он тоже упирается и как бы вот они пишут что можно как вот как верхний хват используете так вот снимать но как-то не доверяю этой конструкции но не знаю может быть здесь все крепко держится потому что когда ты его закрываешь я его закрыл да здесь есть специальная крутилка замок закрыть видите лоб он лоб все закручиваю и тем самым фиксирует этот замок то есть он теперь не откроется они не предлагают ее открыть и так снимать ну не знаю вот здесь все так в общем сложно так сейчас секунду прикручем треножку чтобы он стоял вот теперь он стоит ронин поближе с вами рассматриваем что есть вот как раз уши для доп аксессуаров которые я вам говорил вот эта фишка вот она ведь и вот здесь дырочка сверху и снизу как раз защёлкивается все сверху отдел защелкнул все она надеется единственный здесь к сих пор вот с этим болтом потому что он два раза очень плотно здесь проходит видно нет практически впритык я затянул конечно же как сделали но вот и в некоторых местах вот такие кого моменты есть когда болты прям притирочку проходит так здесь значит у нас управление идет стабилизатором крутилочка это назад это джойстик управления клубка эта запись это включение это зарядка с этой стороны видите еще один разъем такой же для аксессуара спереди у нас идет это центральное положение и вот как раз крутилка это для фокуса либо для зума вот она так собственно и написано фокус м2 но так как фокус автофокус в основном все используют тонком углу для зума я скручиваю здесь идет такой болт и два штырька и у нас вот здесь соответственно тоже есть такая ответная часть вот два штырька и болт снова откручиваем держать телефона сейчас я быстро включу и поставлю телефон сразу вот я прикрутил фиксирую и вот новый телефон значит samsung с 21 утра привет можно вот так поставить или вот так вы понимаете что заскочил не очень хотелось я буду с этим креплением дальше нас идет ручку вот она видите она крепится вот в это же ручка только здесь получается снизу могли заводить и там тоже есть предохранитель так называемый вот сейчас я ее прикручу вот прикрутил и здесь кстати зазор больше здесь он не упирается нормально сделано вот ручка как раз чего я купил она первых регулируется вот вот здесь тоже есть крепление для аксессуаров дополнительно и вот эту ручку как раз можно использовать как верхний хват видите вот еще можно еще больше загнуть вообще будет удобно не надо ломать я достался аппарат соня 6500 у меня альфа с таким вот объектусом 1670 и вот сюда будем сейчас его устанавливать значит я беру площадку так дальше я вам покажу вот здесь у нас есть есть вот такие штуки это вот фиксаторы нам сейчас надо разложить этот верхний центр вот камеру сейчас я настрою будем с вами играться дальше собрал я весь сетап крутится вертится поближе покажу вот еще с этими проводами немножко надо было разобраться акуку да в принципе все подписано вот здесь видите на камеру провод идет питание вот сюда HDMI выходит с этой машинки и сюда вот камеру могу его так держать вот этот хват верхний который мне предлагали когда ручку выбирать ну вот так вот ей спокойно можно снимать вот такой вот в общем стабилизатор буду его тестировать думаю что уроним у нас что-то покажет плохое спасибо что посмотрели мою такую дотошную распаковку я постарался мне рассказать максимально все про этот стабилизатор надеюсь вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь все в тем пока увидимся в новых видео счастливо Субтитры сделал DimaTorzok